Привет всем любителям физики и физического эксперимента. И сегодня я хочу представить вам книжку Вильяма Сибрука «Роберт Вуд». Ну, это краткое название на обложке, а если открыть и читать дальше, то название гораздо более длинное. «Роберт Вуд. Современный чародей физической лаборатории» и еще дальше. История американского мальчика, который стал самым дерзким и оригинальным экспериментатором наших дней, но так и не вырос. Вуд очень крупный оптик, спектроскопист, лауреат Нобелевской премии, автор знаменитой в свое время книги «Физическая оптика». И Сибрук рассказывает ее научную биографию, его научную биографию, но рассказывает он ее оригинально и в каком-то смысле, ну вот до того времени, когда книжка была написана, в начале 40-х годов, очень по-американски, представляя Вуда, утонченного экспериментатора, как бы с его, в общем-то, сложной и хитрой физикой самой широкой американской публике. Об этом говорят и заглавия, название глав в оглавлении, ну и, например, глава такая. Вуд устанавливает ртутный телескоп в коровнике и пускает кошку в свой спектроскоп. Что же это за кошка и что за история? Ну, дело в том, что у Вуда был очень большой спектроскоп построен, с трубой длиной 42 фута, это значит 12 с лишним метров и диаметром в 6 дюймов 15 сантиметров. Труба деревянная и в этой трубе завелись пауки, испылили свою паутину. Пектроскоп стал не очень удобным для работы, нужно было паутину убрать. А труба длинная, ну и что тут сделать? Вуд придумал очень оригинальный способ. Он взял свою кошку и пустил ее в трубу с одного конца, она выбралась на другом конце и вся паутина была почищена. Но про эту трубу есть и следующая история. Деревянная труба стояла на земле, она все-таки сгнила со временем от дождей и хотя ее пытались защитить крышей. И Вуд решил, что новую трубу для спектроскопа он проложит в траншеи под землей. Опять же нужно сделать длинную трубу, защитить ее от земли и для этого использовались ну такие черепичные, не знаю даже как это назвать, типа тюбинги такие небольшие для канализации. И для прокладки трубы Вуд пригласил своего соседа, специалиста по этой канализации. Такого, ну как вот условно скажем, сантехника, да, или не знаю как это точно называется. Значит, эти штуковины керамические были такой очень неправильной формы, а надо было выложить 14 метров прямого пути, чтобы потом луч света мог свободно по этой трубе проходить. Ну как их выровнять? Вуд взял, поставил зеркало вращающееся, которое смотрело на солнце, а другой луч смотрел по этой прямой. Лазеров тогда еще не было. Так что он луч обеспечил таким образом. И сказал сантехнику, ну каждый раз, когда ты эту штуковину кладешь, этот кусок трубы, ты делай так, чтобы лучик, он смотрел как раз, выглядывал из середины отверстия на лист бумаги. Ну он вот так ее выкладывал, выкладывал, выкладывал. И в результате, ну опять же из этих корявых черепичных кусков. Он посмотрел на эту трубу снаружи, сказал, это моя худшая работа. Я никогда не клал так аккуратно. А вот сказал ему, а вы загляните внутри. И он увидел, насколько эта труба прямая и понял, что это была его лучшая работа. Ну и в общем вся книжка состоит из такого рода историй. Я вам очень советую ее почитать, чтобы как бы приобщиться и истории физической науки, и самому духу физики.